Пару месяцев назад жители дома номер 36А по улице Николая Корищенко в Шевченковском районе Запорожья узнали, что в подвале их дома будет офис. Однако в начале декабря здесь открылся пивбар. Терпеть тот факт, что под окнами будут собираться нетрезвые посетители, местные жители не намерены. Не так давно избавились от другой точки, где разливали спиртное. История повторяется. Проблемы создают не только посетители заведения, но и грузчики, которые постоянно гремят металлическими кегами. Когда пивнуха над моими окнами, когда у меня кровать ходером ходит, извините, меня это не устраивает. Опасаюсь пьяных людей, я боюсь вечером выйти в магазин, я выхожу с ребенком погулять. У меня родственники живут в соседнем доме, я не смогу пройти даже к ним. Местные жители сетуют на шум, да и обилие пивнушек в районе начинает раздражать. У нас на 25 многоэтажек 13 точек по продаже спиртного. Мы это не переборли. Поэтому после открытия очередного пивбара сразу собрали подписи, написали обращение и направили их в ряд инстанций. Мы обращались в Шевченковскую райадминистрацию, обратились к депутату Молчанову. Он говорил, что посодействует в решении этого вопроса. Мы еще хотим обратиться в прокуратуру. Увидев собрание возле торговой точки, к жильцам вышел хозяин кафетерия. И журналистов, и местных жителей мужчина заверил, что все будет в лучшем виде, и покой горожан никто не побеспокоит. В ближайшую территорию будем поддерживать порядок, то есть убирать. У нас уборщица уже нанята. То есть это в наших интересах. То есть это у нас не закусочное, это у нас кафе, бар. Это не закусочное, где вышел 100 грамм, выпил дешевой водки, которая там по 6 гривен. Тем не менее, страсти накалялись, и порой обе стороны конфликта с разговора переходили на крик. У нас магазин здесь. Понимаю, ору, потому что я уже устала. Уже на следующий день заведения проинспектировала комиссия во главе с заместителем председателя Шевченковской райадминистрации. Выяснилось, некоторых документов для открытия кафетерия нет. Однако вскоре бумаги появились на столе чиновника. Это регистрация предприятия, выбор формы налогообложения, то бишь для лицензионных всех видов деятельности необходимо это. Заключение договора аренды или собственности этого помещения. И разрешительные документы с санстанции, пожарных, и получение лицензии на торговлю алкоголем и табачными изделиями. Сейчас документы находятся на проверке. Для того, чтобы еще раз убедиться в правильности этих документов, направили начальника главного управления податковой службы в Запорожской области, чтобы они нам ответили по лицензиям, которые у нее есть на табачные и алкогольные изделия. Значит, ну, в принципе, эта ситуация под контролем. Пока документы проверяются, местные любители спиртного делают выручку заведению. А это значит, что на пивную есть спрос. И пока клиенты будут заказывать себе по 100 граммов, предприниматель отсюда сам не уйдет. В Шевченковской администрации говорят, один из самых действенных способов борьбы с питейными заведениями в доме – это создание ОСМД. Совладельцы дома сами смогут решать, кто будет располагаться в их подвале и на другой территории. Решить проблему жильцов дома и выдворить нежелательного бизнесмена можно и при помощи полиции, говорит адвокат. У нас запрещена нецензурная брань, которая часто возникает возле места распития спиртных напитков. Это у нас мелкое хулиганство, которое карается штрафом и взятием под стражу, арестом административным до 15 суток. Это у нас распитие в общественных местах. Если гражданин привлечен более двух раз, так же 15 суток предусмотрено арест. По его мнению, бороться нужно и с раздражающими факторами, то есть клиентами пивбара и шумом, который раздается из заведения. К этим заведениям еще добавляется музыка, которая играет в таких заведениях. Там также предусмотрен штраф и конфискация самой звуковой аппаратуры. С заявлениями в полицию и жалобами в письменной форме следует обращаться в суд. Вариант не самый действенный, тем не менее шансы закрыть пивбар есть, говорят юристы. Со всеми этими способами социальный патруль вернулся к жильцам дома. Впрочем, они решили действовать по-своему. Мы обратились в областную прокуратуру к генералу. Он тоже говорил, посодействует со своей стороны. То, что сможет, он сделает. Также мы будем записываться на прием к мэру города. Жители говорят, что приложат все усилия и испробуют все способы, чтобы пивбар между четвертым и пятым подъездом исчез из их дома. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова